всем привет полюбить мохнатых чудовищ 2 ноября тепло сегодня плюс 18 градусов пчелки у меня уже давно закрыты все летки закрыты никто никуда не летает потому что я практикую пчелок закрывать осенью наглухо но они бывают со мной не соглашаются и прогрызают внизу летков канавки приходится шпаклевкой замазывать это дело чтобы они не вылезали а тут вот товарищи дырочку прогрызли и себе тихонечко шастают шастает прогрызли дырочку чтобы осы тоже к ним шастали так сегодня буду осматривать улья потому что день теплый осы сегодня у линии залезу потому что им никто не даст потому что пчелки активные а с завтрашнего дня у нас уже похолодание опять 11 12 10 9 опять будут осы шастать опять буду пчелок закрывать на сегодня отпускаю пчелок на облет пусть облетается чем позже пчелы облетаются тем лучше они зимуют вот видно шебуршатся тычутся мордочками просятся на улицу потому что в этот улей в морду светит солнце во всех ульях которых в морду светит солнце во всех ульях пчелки пытается выйти на улицу там где тень падает на переднюю стенку улья ну то есть налетки там пчелки не шебуршатся сидят себе спокойно никуда не хотят то есть солнце пчел выманивает на улицу ладно откроем этих зверей пущай полетает сейчас они мне правда могут дать тырки но я это переживу ну вот с этих товарищей и начнем осмотр пасеки раз они такие шебуршные и уже начали сразу обротоваться как я только открыл ли точек сейчас мы откроем улей и посмотрим что там делается к чему приходит закрытие литков у пчел на целый месяц посмотрим как себя чувствует семья много ли подмору и все остальное в комментариях спрашивали живы ли пчелы после бипина ну и заодно посмотрим живы ли они после того как месяц просидели закрыты чуть меньше месяца ладно смотрим что тут делается ноябре месяце надо пчелок проверять когда тепло потому что они могли целый октябрь расплод гнать и соответственно у них расход корма был бы большой и так может случиться что они вас зиму голые босые простоволосые и без кормов хотя в октябре месяце корму было более чем достаточно поэтому когда пчелок закрываете это еще хорошо тем что они перестают их носить пельцу живы пчелки не слетели как видите перестают носить пельцу перестают выращивать расплод не выращивает расплод значит нету расхода кормов нету расхода кормов это есть очень даже хорошо так щелки сегодня вижу не очень злые пока что воровок на пасеке сейчас нет потому что вся моя пластика закрыта никто не летает на может какой-то чужой пластики прилетят такое может быть ну в общем видно вот осы есть хотели улей проникнуть ничего не получилось открываем гнездо сегодня тепло ничего страшного и смотрим сколько они занимают улочек на скольких улочках они сбились то есть сколько рамок они бросили вот они бросили одну рамочку вторую рамочку ну а тут они уже везде есть один два три четыре пять шесть семь улочек полных вот начала до конца в клубе еще не сидят но уже в клуб сбивается потому что вот эту стенку вот здесь уже пчел нету то есть пчелки сместились к солнечной стенке солнце светит в леток они к этой стенке и побежали южная стенка это но почему-то они не к южной стенке побежали как северной такие интересные пчелы много ли их есть на потому что комментариях пишут что пчелы осенью почему слет пчел потому что пчелы больные улетают умирать ну вот пчелы в улье если они больные то их должно быть хоть в одном улье на дне полно мертвых если они хотели лететь умирать вот они уже практически на крайней рамочке и сидят клуб на крайней рамочке формируется а я им вылететь не дал умереть значит они должны были умереть в улье но честно говоря по своему опыту ни разу я такого не увидел поэтому эта теория что пчела улетает из улья где-то там умирать потому что семья болеет и от этого пчел не становится в улье да они уже потихонечку в клуб сбивается то это с уверенностью могу сказать неправда потому что ни разу у меня такого не было чтобы пчелы мертвые в улье осенью вот чтобы пчел улье вообще не было такое было если итог открытый вот чтобы куча мертвых пчел на дне улья такого ни разу не было ну вот видите пчелки сегодня спокойные интересно есть у них расплод или нет нет у них никакого расплода видно пчелки клубятся 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 уже сбивается в клуб все значит сегодня пчелок осматриваем сколько успеем которых не успеем будем досматривать следующие дни потому что за один день не успеем и все он зачехляем утепляем и на этом все так кормов как видно хватает ложек клуба сформирована ложек клуба это вот этот участок который свободен от меда пчелки сделали себе ложек клуба косынка получилось но обычно я с этим делом поступаю так одну рамку оставляю так другую переворачиваем раз и получается у меня косынка на этой стороне косынка на этой стороне если вдруг у нас оттепели бывают часто пчелы поменяют место дислокации вот южной стенки к северной такое тоже может быть бывало лично у меня то куда бы они не сели с какой стороны у них все равно будет мед на зиму хватит потому что бывает оттепели и пчелы перебегают от одной стенки к другой а там нету меда видно меду тут хватает на зиму так за мед спокойный вот если бы я их не закрыл то вполне возможно они бы носили пыльцу до сегодняшнего дня откуда-то и у них был бы расплод был бы расплод значит что значит был бы большой расход меда а это очень неприятно должен я вам сказать когда вы улей открыли а там блин нету меда потому что его сожрали любимые пчелы такое тоже часто бывает должен вам сказать такое у меня бывало что вроде надеешься что у пчел корму море открыл улей осенью на там ничего уже нет чего и на месте сидят на голых рамках так еще сидят еще и на этой рамке сидят нифига себе я эту рамочку даже не посчитал так и тут сидят так все но это последняя рамочка на которой они сидят с этой стороны их уже нету все вот они две рамочки бросили бросили две рамочки воду как видите у нас избытки меду тьма мед есть они тут сидят на стенке греются на южной стенке мы их немножко подвинем вот у нас будет утепление заверну я сюда утепление поставлю дырочку чтобы матрасик зашел так все остальное сдвигаем назад вот начались наши пчелки так все прекрасно все чудесно какой отход пчел осенью очень интересно посмотреть на сейчас мы его и посмотрим отход пчел есть вижу есть подмор возле нижнего летка есть сейчас покажу есть он небольшое количество пчел возле так которые мертвые врать не буду есть немножко пчел на это наверное та пчела которая должна была отойти на тот свет потому что она еще летняя но так как летки были закрыты то они соответственно никуда не отошли вернее отошли на тот свет в средине улья и вот это количество подмора на начало ноября месяца это та пчелка которая не ушла из улья погибать если хорошо внимательно присмотреться то вся эта пчелка практически в большей своей части она темная старая лысая то есть молоденькой пчелки там очень мало ну вот вам ответ сколько пчел погибнет если закрыть улей погибнут ли они и сколько пчел погибает после бипина расплода у них уже нету значит можно второй раз бипином обрабатывать и не бояться да есть тут и молоденькая пчелка вот черная черная это вроде как молоденькая это тоже молоденькая темная темная большинство темной выгреб я мертвых пчелок со дна улья вот такое вот их количество в общем когда они лежат на дне кажется много когда вытянул то не так уже немного тут полужеменьки пчелок есть отдельно есть ножки осы значит посещали одно время когда кормил погрызли пчелок в общем ничего катастрофического как видите нет может кто-то считает что это катастрофическое дело такое количество мертвых пчел на ноябрь месяц с учетом того что пчелы закрыты с 10 октября но вернее не с 10 где-то с 12 потому что 10 пином они отвентилировались где-то 12 13 я закрывал и получился такой вот результат ребятки так все как видите ничего делать не надо чаще всего в это время задают вопрос но не в это время где-то в конце сентября в октябре как складывать правильно пчел вот так и складывать видите ничего я не складывал перевернул только одну рамочку это этого можно было не делать чего вы все сами сложили гнездо себе на зиму не ничего делать не надо все прекрасно так что если вы с пчелами все делаете правильно начиная с августа месяца складывали гнездо вам не надо, они сами все сложат. Такое вот оно правильное пчеловодство, потому что если начнете складывать гнезда, бегать с ними осенью, то это у вас ни времени, ни сил на это дело не хватит. Это если там один-два улья, то вполне нормально такая ситуация, хватит у вас времени. А если у вас улья уже за тридцатник, то там уже совсем все по-другому. Закрываем нахнатеньких, как видно, ничего страшного нет. Пчелы просидели закрытыми. Считайте с 12-13 октября и перед этим они были закрытыми, но потом я пипином обрабатывал, соответственно дал им возможность полетать. Вот они, считайте, без всяких открытий литков, полностью наглухо закрыты. С 13 октября сегодня 2 ноября. Полмесяца как леду. Так, сидят. Оставил я им две рамки лишние, потому что клуб растянутый сейчас, потому что тепло. Когда клуб собьется при похолодании, сожмется, то он соответственно будет в виде шарика, шарик раздастся вбок. Поэтому две лишних рамочки оставляю, чтобы им было куда вбок расшириться. Потому что клуб зимний, это дело не постоянно, он постоянно размеры свои меняется. Так, ну а тут все закрываем и на этом все. Сверху матрасик и этих пчелок на зиму. Ну и что, у комплекта Вали. Иди домой, Журочка. Такие вот дела. Но сегодня было такое видео. Ставим лайк, кому понравилось. Не забывайте передавать привет моим мохнатым чудовищам.